МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что представители запоребриковых спецслужб на Донбасс в служебные командировки ездят, взрывы расследовать. В расследовании эта помощь будет оказана сотрудниками ФСБ, направленные туда, в ДНР, для расследования. Но это, как говорится, дело 25-е. Нас в этой истории заинтересовала вот эта, казалось бы, незначительная деталь. Послушайте вот, что новоназначенный глава, а по совместительству революционер Чапушила, вещает. Мы обратились к руководству Российской Федерации помочь в расследовании. Такая помощь на данный момент оказывается. Оказывается, ФСБшники приехали не абы какие. Ребята в свое время расследовали крушение поезда «Невский экспресс». Дело Захарченко ведут работавшие на «Невском экспрессе» российские следователи. И вот на этом этапе мы говорим «Стоппенгаги». Ведь именно историю «Невского экспресса» давно называют одной из самых показательных в теме фальсификации ФСБ. Под колесами поезда прозвучал взрыв. В кратчайшие сроки у следствия появились фотороботы возможных преступников. Однако, когда пыль от взрыва рассеялась, у независимых экспертов появилась совершенно другая версия – техногенная катастрофа. Найти сейчас новостные сюжеты о крушении «Невского экспресса» в 2009-м крайне сложно. Да, отрывки гуляют в сети, но многие полные сюжеты сознательно удалялись с официальных сайтов телеканалов. И для нас сейчас абсолютно очевидно почему. Внимание следователей приковано прежде всего к воронке, которую обнаружили сразу же. Обнаружена воронка диаметром метр-полтора, глубиной 70 сантиметров. Но обо всем по порядку. В ноябре 2009 года Россию шокировала страшная новость. На одном из перегонов потерпел крушение скоростной поезд «Невский экспресс». В 22 часа 30 минут по московскому времени в Новгородской области произошло крушение пассажирского поезда «Невский экспресс». С рельсов сошли несколько вагонов «Невского экспресса». На месте ЧП следователи обнаружили воронку. По последним данным, в результате аварии «Невского экспресса» погибли 22 человека, 55 пострадали. А представители спецслужб тут же заговорили о теракте. И уже установлено, что это был теракт. Обнаружены фрагменты взрывного устройства. Сейчас можно смело говорить о теракте. Тем временем миллионы россиян у экранов испытали панический страх. А знаете почему? Тот же «Невский экспресс» уже подрывали двумя годами ранее. Железнодорожные пути под «Невским экспрессом» подорвались в августе 2007 года. Тогда никто не погиб, но были десятки пострадавших. Раскореженные вагоны в нескольких метрах друг от друга и раскрошенные бетонные шпалы. «Невский экспресс» с рельса сошел почти полностью. Несколько вагонов в результате взрыва, а это уже главные и единственные версии, перевернулись. На форумах того времени люди писали, что просто боятся заходить в любой общественный транспорт. Это была настоящая истерия, гасить которую и выехал некий Владимир на белом коне. Угроза терроризма в России, как и во многих других странах, окончательно не устранена. Об этом сегодня завел глава правительства, комментируя недавнюю трагедию с подрывом «Невского экспресса». Мы сознательно показываем вам финал истории, чтобы все оценили размах и пафос. Мы многое сделали для того, чтобы переломить хребет терроризма. Но угроза еще не устранена. Мы можем быть эффективными. Что для этого нужно? Нужно, чтобы все общество, я хочу это подчеркнуть, каждый из нас осознавал эту угрозу, которая сопровождает нас все эти годы. Сразу после трагедии единороссы моментально устроили митинг с требованием найти и уничтожить. Россия против террора. Митинги под таким девизом состоялись одновременно сегодня днем в Москве и Петербурге. Терроризму нет! Якобы эффективная борьба с терроризмом. Десятки задержанных, раскрытый кавказский след. Дело о подрыве «Невского экспресса» в ноябре 2009 года раскрыто. К этому преступлению причастны боевики, уничтоженные в ходе спецоперации в Ингушетии. Было принято решение провести специальную операцию. В результате спецоперации 10 активных участников бангруппы задержаны, 8 боевиков с учетом активного сопротивления вооруженного уничтожены. Российские телезрители впервые за долгое время имели возможность наблюдать в прямом эфире проводимое энергичным шойгу заседание оперативного штаба по ликвидации последствий катастрофы. В эти минуты проходит экстренное заседание оперативного штаба. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени. Я напомню, что в ходе селекторного совещания, которое проводит Сергей Шойгу, глава МЧС сообщил, что идет эвакуация пассажиров поезда. Это очень способствовало объединяющей атмосфере озабоченности под забытого ощущения отечества в опасность. Выступавшие призвали единым фронтом встать на борьбу с преступниками. И главное, не быть равнодушными к происходящему. Ведь подобная трагедия может коснуться каждого. И самое главное здесь – усиление полномочий силовиков на фоне запуганного народа. Казалось бы, успешная спецоперация, но все переворачивается в один миг, если начать разбирать детали. Когда пыль от взрыва рассеялась, у независимых экспертов появилась совершенно другая версия – техногенная катастрофа. Этот сюжет на «Раши Тудей» вышел вскоре после крушения Невского экспресса. 26 человек погибло и около сотни получило ранения, когда поезд сошел с релью. Чиновники считают, что мощность взрыва составила 7 килограмм в тратиловом эквиваленте. Уже сейчас у нас есть мнение, что каналу, ориентированному на иновещание, просто забыли прислать нужную методичку. Ведь картинка, показанная «Раши Тудей», очень отличалась от того же НТВ или Первого канала. Вот сейчас мы можем показать ту самую воронку, которая, очевидно, появилась после подрыва поездов. Виден разрыв полотна, там работают следователи. Просто обратите внимание на слегка поврежденную рельсу и отсутствие воронки под ней. И это, если верить следствию, после, внимание, 7 килограммов тратила. Об этом Медведеву доложил лично глава ФСБ Александр Бортников. По данным ФСБ, мощность взрыва составила 7 килограммов в тратиловом эквиваленте. Просто в качестве сравнения. Подрыв того же Невского экспресса, несколькими годами ранее. Тогда ФСБ говорит о 2 килограммах тратила. Тогда мощность взрывчатки оценивалась в 2 килограмма тратила. В районе аварии была обнаружена воронка около 2 метров в диаметре. Но показанная в 2007-м воронка – это явно не слегка поврежденный рельс в 2009-м. На месте происшествия обнаружили воронку. Вот она, диаметр примерно метр. При том, что 7 килограмм тратила можно сравнить с противотанковой миной, при которой не то чтобы скоростному поезду, танку башню сносит. И поверить, что после такой мощной бомбы получилось вот это, просто невозможно. И подозрения лишь усилились, когда уже утром ручные федеральные каналы учли ночную оплошность. И в уже правильных новостях для народа некое подобие воронки всё же появилось. Вот сейчас мы можем показать ту самую воронку, которая, очевидно, появилась после подрыва поездов. Виден разрыв полотна, там работают следователи. Опять-таки, просто сравните две фотографии из сюжетов «Раши Тудей» и «НТВ». Появилась ямка, исчезли рейки. Это вообще как, ребят? Дальше больше. Изначально следователи говорили, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Потом передумали и сообщили, что был использован механический взрыватель со штырём, и сработал он под локомотивом «Невского экспресса». Был использован механический взрыватель, обыкновенный мув со штырём, за который зацепился отражатель этого локомотива, который просто выдернул щеку взрывателя и произошёл врыв. Заряд сработал под локомотивом, но на такой большой скорости он по инерции пролетел ещё около километра. После чего первая часть поезда по инерции пронеслась дальше, а вот вагоны в хвосте «Невского экспресса» сильно пострадали. Последние три вагона превратились в груду металла, а самый крайний, 13-й, отбросило на 300 метров от железнодорожного полотна. Уцелеть в нём было всего нескольким пассажирам. Но вот вопрос. Если взрывное устройство действительно сработало после контакта с локомотивом, то почему этого не случилось за 40 минут до трагедии? По этому же полотну буквально пролетел недавно запущенный скоростной «Сапсан». Незадолго до крушения «Невского экспресса» вместо трагедии пролетел новый скоростной поезд «Сапсан». Почему, например, террористы, о которых так распиналось ФСБ, не захотели подорвать его? Ведь там и скорость выше, и жертв было бы больше. В чём логика? В морозную погоду, в попыхах долбить щебень, устанавливая сложнейшее взрывное устройство. На этом террористов было 44 минуты. Перед «Невским экспрессом» тут же проходил другой поезд. Более того, зарядов было два. Один установили на путях, другой рядом с полотном. Тем более, что, судя по вот этим чудесным фактам, типа террористы были там достаточно долго. Следователи даже взяли следы ДНК. Обнаружено ведро, на котором, предположительно, сидел один из террористов. Что касается дома, в котором несколько дней жили подозрительные люди, то в нём экспертам удалось обнаружить образцы ДНК. Все слышали? Взяли ведро и куртку с письмами. Рядом с железнодорожным полотном, в 100 метрах от места трагедии, сотрудники правоохранительных органов нашли куртку, в кармане которой были письма заключённого. Да это же самое необходимое для любого террориста. Без ведра и без писем. Они и пальцем не шевельнут. Ну а если серьёзно, в версии слитой народу спецслужбами нет вообще никакой логики. И есть подозрения, что терактом они прикрывали халатность путинских боев. Сапсан, который мог повредить пути, непригодные, по мнению некоторых экспертов, для движения высокоскоростных поездов. Да-да, вы не ослышались. О том, что суперскоростные Сапсаны, не приспособлены к российским железным дорогам, говорили в самой России задолго до их запуска. Мог повредить пути, непригодные для движения высокоскоростных поездов. Два месяца подряд мы бьём во все колокола. Могут быть техногенные катастрофы. Но в контрактах были прописаны миллиарды. И на мнение экспертов привычно забили. Хотя одним из возможных последствий называли как раз «возможное разрушение железнодорожного полотна». Не раз говорили, что железнодорожное полотно совершенно не рассчитано на высокоскоростные поезда, которые мы закупаем в Германии. Должна применяться совершенно иная технология – бесшовной укладки полотна. Для Сапсана не были построены отдельные пути, как всюду в Европе. Пути с надёжным ограждением со специально укреплённым полотном. Поезд вынужден ходить по старой царско-советской железной дороге через города и деревни, по полотну, которая не предусматривала скоростного движения. А теперь вопрос знатокам – на что это больше похоже? На кусок разрушенной рельсы после проезда Сапсана за 40 минут до трагедии? Или на место взрыва аж 7 килограмм тротила, как рассказали всем люди из ФСБ? Специалисты взрывотехники определили – устройство было заложено на путях и сработало при проезде локомотива. Мощность взрывчатки 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Вот просто сами спокойно посмотрите на фото и сделайте вывод. Мы никому не навязываем своё мнение, но нам вот очень кажется, что в истории с «Невским экспрессом» Путин и компания решили одним выстрелом убить двух зайцев. С одной стороны, прикрыть свою же халатность, выдав техногенную катастрофу за теракт, запугав и так запуганных людей. Подрыв «Невского экспресса» – это первый масштабный теракт за последние несколько лет. Мало того, это, пожалуй, и первый теракт, в котором погибли руководители федерального уровня. Чтобы позже выставить себя спасителями нации, а заодно и прикрутить гайки. Вот вы верьте, например, что террористы, которые почему-то не захотели взрывать Сапсан, за каких-то 40 минут установили даже не одну, а две бомбы? Более того, зарядов было два. Один установили на путях, другой – рядом с полотном возле опоры электропроводов. Правда, вторая бомба взорвалась днём, уже когда на месте крушения работали следователи. Первая якобы должна была уничтожить «Невский экспресс», а вторая, если верить ФСБ, предназначалась лично главе Следственного комитета Бастрыкина. Второй взрыв на месте катастрофы поезда мог быть направлен непосредственно против следственной группы. То есть после первого взрыва уже утром был ещё и второй. При этом вторую бомбу искали, но как-то так и не нашли. Здесь сейчас работают следователи, сотрудники ФСБ, мы видели, как работают кинологи. Зато тему покушения на Бастрыкина понесли чуть ли не все ручные сны. Второй взрыв на пути следования «Невского экспресса» скорее всего был направлен на сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на место крушения поезда. Во время осмотра места крушения «Невского экспресса», которое проводил глава Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александр Бастрыкин, сработало второе взрывное устройство. В результате взрыва Александр Бастрыкин получил травму и обратился к медикам. Здесь-то и возникает очередной вопрос. Вот на кого это рассчитано? Первое, чем занимаются спецслужбы в таких историях, это исследуют место взрыва. Ведь очень часто взрывных устройств оказывается несколько. И тут вдруг, чу! Удивительное совпадение. Всю ночь искали, искали и не нашли. А оно рвануло именно тогда, когда приехал глава Следственного комитета, который удивительнейшим образом не пострадал. Как оказалось, взорвался только детонатор. Именно это и спасло жизни работников спецслужб. Тогда же специалисты отметили, что второе взрывное устройство было предназначено именно для следственной группы. Просто вот череда удивительных совпадений. Зато картинка в итоге для Кремля получилась победной. Спас ли народ от терроризма? Александр Бортников отчитался об очередном успехе спецслужб. В результате спецоперации 10 активных участников банк-группы задержаны. 8 боевиков с учетом активного сопротивления вооруженного уничтожены. обнаружены вещественные доказательства, которые имеют непосредственное отношение к подрыву поезда, совершенного этой банк-группой в ноябре прошлого года. А как было на самом деле? Зачем ФСБ занималась фальсификацией и подтасовкой фактов, задумались единицы. И нет сомнений, что подобным образом следствие проведут и в Донецке, куда приехали разрекламированные пушилиным ФСБшники. В Донецк прибыла группа специалистов ФСБ для помощи в расследовании убийства главы ДНР Александра Захарченко. И надо сказать, что первые озвученные результаты работы специалистов из ФСБ это подтверждают. Вот, послушайте новость. Расследование убийства первого главы ДНР Александра Захарченко продолжается. Человек, причастный к теракту, уже задержан и дал показания. Сразу видно, что за работу взялись настоящие профессионалы с большим опытом. Вот только первый результат их работы, как минимум, странный. Ведь якобы убийцу Захарченко... Сегодня же дал признательные показания подозреваемый в убийстве главы ДНР Александра Захарченко. Задержанный сообщил, что был завербован СБУ еще 4 года назад. На самом деле, задержали еще в 2017-м. Погорелов был задержан еще в 2017-м году. В ДНР задержали подозреваемого в одном из покушений на Александра Захарченко. Оно произошло еще в 2016-м. Тогда убийство удалось предотвратить. Причем предполагаемого преступника поймали, когда искали исполнителей недавнего взрыва, который стал смертельным для главы республики. Да это ж просто бенефис логики. Все прям, как и в истории с Невским экспрессом. Причем текст, который они прописали задержанному, реально за гранью добра и зла. Было определено, что глава республики в ресторане Пушкин сидит за разными столиками. И сложно было определить, за каким он будет. Поэтому Роман с Сергеем сказали, что необходимо установить взрывное устройство в туалете ресторана Пушкин. Взял эти состальные части, принес в ресторан Пушкин. Внизу под умывальником приклеил эти состальные части тумбы. Она выглядела полностью под цвет мебели. После этого я и активировал ее. Задержанного обвиняют в том, что он установил бомбу с камерой в туалете ресторана Пушкин, в котором Захарченко часто бывал. Задержанный признался, что лично отвечал за закладку бомбы в ресторане Пушкин. Огромное количество пластиды, детонатор диверсанта установил в туалете. Батареек во взрывном устройстве было установлено такое количество, что, по нашей информации, взрывное устройство могло работать автономно до полугода. Мы бы на месте ФСБ непременно еще этого диверсанта проверили, потому что это его почерк. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим, в конце концов. И в сортире их замочим, в конце концов. Еще раз. Задержанный второй год сидел в местной тюрьме, но оказался очень осведомленным в вопросах свеженькой ликвидации Захара. Естественно, там не обошлось без руки американцев, которые, вот же хитрецы, продали украинцам бомбу за десятку зелени. Это оборудование у них ранее не использовалось, и что это оборудование службе безопасности Украины предоставили американские спецслужбы. И что оно дорогостоящее, свыше 10 тысяч долларов. Ну и очевидно, сразу после передачи взрывного устройства люди из Госдепа отзвонились вот этому мужику в каталажку, а фото чека на Вайбер сбросили. Но весь очевидный абсурд истории не помешал фаикометам сделать ряд громких заявлений. Донецк обвинил западные спецслужбы в убийстве Александра Захарченко. Об этом только что заявил временно исполняющий обязанности ДНР Денис Пушилик. Убийство главы ДНР Захарченко подготовило СБУ при участии западных спецслужб. Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин. И никто уже не помнит, что кафе, где крякнул Захарченко, принадлежало начальнику его охраны. Поэтому попасть туда чужие просто не могли. И что сразу после ликвидации из республики выслали всю команду сельдмаршала. Команда Ташкента-Трапезникова отстранена Москвой от корыта и изгнана из ДНР. И вот вопрос, так а зачем же выслали Трапезникова, Тимофеева, Казакова, если Саню якобы украинцы с американцами убрали, а не российские спецслужбы? И вот на таких простых вопросах они ломаются моментально. Ведь машина пропаганды не рассчитана на то, что кто-то будет вдумываться и уточнять. Вот почему якобы инсайды по ликвидации Захарченко рассказывает человек, год просидевший в тюрьме. Отреснувший рельс, приведший к техногенной катастрофе, выдают за взрыв 7 килограмм тротила. Пропаганда на крови давно стала визитной карточкой Кремля. И именно благодаря ей путинский караван ещё идёт. А вот как долго, зависит только от вас.